Всем привет, с вами Олег Ски. Вот что стало самым актуальным, по моему мнению, на этой неделе. Первая новость это для детей провели выборы в лесу. Что это собой представляло? Детей переодели в заяца-лесу, медведя, ёжика и других животных, которые показали свою предвыборную кампанию. И другие участники данного мероприятия голосовали за кандидатов. Таким образом, уже с малых лет детей приучают к такому решению, что нельзя не голосовать на выборах. Так как если не будет выбран тот человек, который будет являться президентом того или иного участка, например, в частности, это леса, то нельзя будет его наказать, не будет виновных. Поэтому нет даже в данном проведенном мероприятии у детей выбора против всех. Они не должны обязательно выбрать, кого они должны проголосовать. Но кто победил, пока сведений нет. Будем смотреть и следить за этими новостями. Всё это произошло в городе Новотроицке, Оренбургской области. Очень странно, что таким образом детей приучают к выборам, если они должны подходить более осознанно к данному решению, уже более взрослым возрасте, например, хотя бы в 14 или 15 лет. Им должны пояснить, почему они должны делать этот выбор и всю ответственность донести за сделанный правильный или неправильный выбор на голосование. А также ещё интересный момент, на чём основывался их выбор. Как они могли принять то или иное решение проголосовать за медведя или за лису. Самое, что интересно, ни по одному из федеральных каналов даже вообще не оповестили людей о том, что вот таким образом призывают детей принимать участие уже на малом этапе своей жизни к выборам. Несмотря на то, что эти дети выбирают всего лишь какого-то зверя в лесу и вообще. Следующая новость — это очередные заявления от ещё одного кандидата в президент РФ — это Грудинина. Грудинина. Новость — это митинг на тему «Россия в моём сердце», которая прошла волной по городам России темой. Многие высказывали, что это в поддержку Сталинграда, так как дата совпала с датой вторжения и, соответственно, поддержкой наших олимпийских участников, которых не допускают до Олимпийских игр. Но вот что провёл штаб Навального. Он провёл своё расследование. И что они зафиксировали, что людей просто свозили на данное мероприятие большими микроавтобусами. Помимо того, что можно было эту информацию узнать в СМИ, также их информировали непосредственно на работе. Неизвестно, под какими это всё происходило предлогами, упрёками и убеждениями. Может быть, их там как-то профинансировали. Также на данном мероприятии присутствовали и школьники, которые приехали из... И я так понимаю, что, скорее всего, и этих детей привлекли к посещению данного мероприятия с той целью, чтобы они каким-то образом получили большее количество баллов в своём учебном заведении. Но доказанных фактов пока ещё не найдено. Каким образом было проведено данное мероприятие и кто профинансировал данное мероприятие. Потому что такое мероприятие трудозатратное и влечёт финансовые затраты. Откуда у данных организаторов возникли денежные средства, никто не знает, никто не оповещает. При этом, что данное мероприятие было показано на крупных федеральных каналах. Также данное мероприятие было проведено с привлечением немало известных звёзд, которые проводили эту программу и данное мероприятие с целью поддержания авторитета. По моему мнению, основная цель это был пиар действующего президента. И также он в своём выступлении на одной из конференций заявил, что посещать дебаты он сам самостоятельно не будет, а будет передавать это право своим доверенным лицам.